Поздно ли покупать альткоины? В этом видео я расскажу тебе, почему я покупаю конкретно эти альткоины прямо сейчас. Так что жми кнопку «Мне нравится», подписывайся на канал и помни, что это не финансовые советы. И погнали сразу к делу. Начнем с догикоина, который за последний месяц вырос на 185%, и только за последние 24 часа он вырос уже на 30%. Если ты успел купить его раньше, то ты молодец. Многие ютуберы рассказывают о монетах, которые уже выросли, как догикоин. И лучше такие монеты не трогать. Я покажу альткоины, которые показывают признаки того, что они готовы повторить движение догикоина. Цена догикоина уже улетела. Нам же нужны монеты, чья цена еще находится вот здесь. В феврале-марте этого года большинство монет хорошо выросли. После этого мы наблюдали вот такой сильный откат. Это происходило на всех альткоинах. И это очень важно. Мы видим это на примере догикоина в том числе. И на примере суй тоже. Думаю, если ты возьмешь свою любимую монету, ты увидишь там такое же движение. Рост в марте-феврале этого года до новых исторических пиков, а затем большой глубокий откат. И неважно, какому сектору она принадлежит. К мемкоинам, DeFi, EE и так далее. Без разницы. Итак, что мы ищем? Мы ищем этот отскок, который происходит от этой линии. Теперь, когда ты определил этот нисходящий тренд, в конечном итоге ты увидишь, что цена прорвется сквозь него вот здесь. И что нам теперь делать? Покупать вот здесь, когда цена пробьет этот нисходящий тренд? Нет. Потому что иногда она пробивает этот нисходящий тренд, возвращается ниже и продолжает падение. В таком случае ты сразу же начнешь терять свои деньги. Поэтому нельзя покупать сразу же, пока сценарий фальшивого пробития не отброшен. Что нам на самом деле нужно сделать? Это обнаружить предыдущий пик цены, который коснулся этого нисходящего тренда и отскочил вниз. Вот это и будет уровень сопротивления этого округлого дна. Обычно округлое дно формируется после длительного нисходящего тренда. И сигнализирует о том, что сила покупателя постепенно возрастает, а сила продавца наоборот падает. Мы видим, что Dogecoin, например, образовал красивый паттерн округлого дна. Обычно, когда цена в рамках этой фигуры касается основной линии сопротивления, как например вот здесь, мы видим откат. После этого отката мы уже пробиваем эту линию и тестируем ее на предмет поддержки вот здесь. Отскок от этой линии вверх и является точкой нашей покупки. То есть мы не покупаем сразу же, как только цена пробила нисходящий тренд, а ждем подтверждения того, что это не фальшивое пробитие. Мы можем купить в трех случаях. На этом откате от уровня сопротивления, на самом уровне сопротивления или на ретесте уровня сопротивления. И некоторые монеты прямо сейчас уже показывают такой подтвержденный пробой. Угадай, что с ними произойдет. Огромный рост. Они все делают одно и то же. Они пробивают нисходящее сопротивление, тестируют шею округлого дна снизу вверх, отскакивают от него, отскакивают от нее, затем пробивают ее, тестируют на предмет поддержки и улетают в космос. Этот ретест идеальная точка покупки. И самое интересное, что никто не говорит про эти монеты. Все говорят про Доги Коин, про Суй, про Салану, те монеты, которые уже выросли. Впрочем, это не означает, что они не продолжат расти дальше. Однако это уже более рискованные сделки лично для меня. Так не слишком ли поздно покупать Доги Коин? Скорее всего, поздно. Доги Коин, кстати, столкнулся с большим сопротивлением вот здесь, на уровне 1.618 по Фибоначчи. Но это было на момент того, как я писал сценарий. Как только я сел записывать это видео, мы уже пробили это сопротивление, посмотри. Все происходит очень быстро на таком рынке. Именно поэтому это видео будет срочным. Что такое уровень 1.618 по Фибоначчи? Это уровень золотого сечения. Обычно цена часто сталкивается с большим сопротивлением на этом уровне после роста. Что насчет Суй? Слишком ли поздно покупать Суй? У нее был такой же нисходящий тренд, такое же округлое дно. Но ретест этого пробитого сопротивления и затем полет на Луну, где она нашла большое сопротивление, как раз таки на уровне 1.618 по Фибоначчи. Но, наверное, по аналогии с Доги Коином она его пробьет. И если закрепиться выше этого уровня, то, скорее всего, продолжит рост. У нас были хорошие точки входа вот здесь. После того, как мы попробовали пробить этот уровень сопротивления и откатились от него, этот откат является хорошей точкой входа. Затем хорошая точка входа была после того, как мы уже пробили это сопротивление, протестировали его на предмет поддержки. Этот ретест оказался успешным. Это тоже хорошая точка входа. Проблема в том, что если ты купишь сейчас Су или Доги, то, скорее всего, получишь откат и просадку своего депозита. Никто не знает, что произойдет на этом этапе, но правда в том, что есть множество монет, на которых ситуация гораздо более предсказуемая и менее рискованная. Теперь еще одна вещь, которая произошла у Суй, и это тоже хороший урок. После того, как она вышла из этой фигуры и долетела до отметок предыдущего исторического пика, она столкнулась с большим сопротивлением на этом уровне. И поэтому откатилась вниз до уровня 0.78 по Фибоначчи. Вот это был хороший момент для входа. Теперь большинство монет покажут точно такую же картину. И очень важно подчеркнуть, именно возле предыдущего исторического пика. У Доги Коэна мы не видели здесь такого отката вниз, как у Суй. У нас не было здесь отката. Почему? Потому что вот этот пик не был историческим пиком. Наш исторический пик был гораздо выше. Поэтому мы всегда будем видеть откат, подобный этому, только в том случае, если предыдущий пик был историческим. И что мы должны делать после того, как получим этот откат от предыдущего исторического пика? Мы должны искать ряд свечей с огромными тенями внизу, как вот здесь, например, или вот здесь. Вокруг этой зоны, где множество огромных теней, мы можем искать точки входа. Здесь можно докупать монету. Это очень простая точка входа. Теперь ты понимаешь намного больше о том, как находить точки входа на графике. Я показал тебе, как найти как минимум 4 точки входа. Ты можешь применять это к любым монетам прямо сейчас, и тебе даже не нужно слушать, какие монеты нашел я. Теперь ты сделаешь это самостоятельно. Кстати, я до сих пор держу Суй, а вот Доги Коэны нет. Итак, теперь я покажу тебе монеты, которые либо еще находятся в такой же чаше, либо уже показали подтвержденный выход из нее. Первая монета это рендер. Это очень достойная монета, работающая в области вычислений, искусственного интеллекта, рендеринга, а также в других направлениях, которые сейчас пользуются особенным спросом, из-за NVIDIA в том числе. Эта монета невероятно популярна, и в прошлом году она сумела дать 34 икса. Однако, после достижения этого пика, где-то в марте этого года, мы наблюдали большой откат, нисходящий тренд вот здесь. И как ты видишь, мы уже пробили этот нисходящий тренд вот здесь. У нас зреет практически идеальный момент для входа в эту монету. Нужно дождаться подтверждения. Что будет дальше? Скорее всего, мы оттолкнемся от этой линии сопротивления вниз, и это уже будет хорошей точкой для покупки. А затем уже пробьем эту линию и протестируем ее на предмет поддержки. Это будет вторая хорошая точка для покупки. Затем мы полетим вверх, чтобы протестировать уровень предыдущего исторического пика, от которого, по аналогии с СУЙ, вот здесь, мы отскочим вниз до уровня 0.78 по Фибоначчи. Как только здесь мы увидим серию свечей с огромными фитилями, это будет третья точка входа для нас. После чего мы полетим дальше до уровня 1.618 по Фибоначчи, по аналогии с СУЙ и Доги Коином, где и встретим большое сопротивление. Для сравнения, вот рендер, вот СУЙ и вот Доги Коин. Скорее всего, рендер повторит это движение вслед за СУЙ и Доги Коин. Таким образом, рендер может дать в ближайшей неделе от 85% до 220% роста, а его первая цель около 14 долларов, вторая около 20 долларов. Рендер выглядит отлично и его рост можно ожидать в ближайшей неделе. Но это не финансовый совет. В случае продолжения ралли биткоина есть надежда на такой рост. Следующая монета AIOZ, еще одна популярная монета из сектора искусственного интеллекта. Здесь мы видим абсолютно такую же картину, как и на рендере. Думаю, даже объяснять не стоит. Однако здесь мы видим, что после пробития этого нисходящего тренда мы уже тестируем эту линию сопротивления, шею этого закруглого дна. Скорее всего, сейчас мы увидим небольшой откат от этой линии. Это будет первая точка входа. Затем мы пробьем это сопротивление, протестируем его на поддержку. Это будет вторая точка входа. После чего полетим тестировать уровни предыдущего исторического пика, от которых, скорее всего, по аналогии с УИ мы увидим откат до уровня 0.78 по Фибоначчи. Где мы найдем серию свечей с огромными тенями, что станет третьей точкой входа. И после этого мы полетим на уровень 1.618 по Фибоначчи. Вот сюда. Таким образом, эта монета готова дать от 95% роста до 175% роста. А ее целями является первая цель чуть более доллара, а вторая цель чуть более полутора долларов за монету. Следующая монета Аптос. Это интересная монета, в которую я только что вошел. Здесь картина уже немного отличается. Дело в том, что мы уже успели отскочить от этого уровня сопротивления, пробить его и протестировать на предмет поддержки. К сожалению, пока я писал сценарии, она уже улетела вверх. Здесь все происходит очень быстро, но даже сейчас, скорее всего, ее можно еще покупать. Потому что ее целями является вот этот уровень и следующий 1.618 по Фибоначчи. Конкретно на этом уровне я не уверен, что мы увидим этот откат, так как он не является историческим пиком, хотя и очень близок к нему. Если мы увидим такой откат в этом месте, это будет наша хорошая точка для входа, перед тем, как полететь дальше до 1.618 по Фибоначчи. Таким образом, эта монета готова дать от 86% роста до 175% роста с целями около 20 долларов и около 29 долларов. Следующая монета, которая меня заинтересовала, это OnDoFinance. Из сектора токенизации реальных активов. Об этой монете через несколько недель будут говорить все. Правда, будут говорить тогда, когда уже будет поздно. Они не говорят сейчас, потому что она еще не выросла. Это проект, который поддерживается BlackRock, крупнейшей инвестиционной компанией в мире с активами на сумму более 11 триллионов долларов. Уже 11 триллионов, а ведь я помню новости о 9 триллионах, о 10. Как же быстро они растут. И спотовые биткоины ETF тоже играют в этом свою роль. BlackRock контролирует уже около 2,5% всего предложения биткоина. Весь этот буллран фактически зависит от того, что говорит Ларри Финк. На OnDoFinance мы видим, что мы уже не только отскочили от этой линии сопротивления, но успели ее пробить. Сейчас я ожидаю ретеста этой линии сопротивления на предмет поддержки. Это будет хорошей точкой входа. После этого мы полетим тестировать уровень предыдущего исторического пика, от которого, скорее всего, увидим откат. На этом откате мы найдем третью точку для входа, там где будет серия свечей с огромными фитилями вниз. После этого полетим на уровень 1.618 по Fibonacci. Таким образом, OnDoFinance готов дать от 76% до 146% в ближайшие недели. С целями около 1,5$ и около 2$ соответственно. И, наконец, пятая монета Bimix. Она из сектора игровых криптовалют и у нее уже 30 запущенных игр. Здесь мы видим точно такую же картину. Мы только что достигли сопротивления этого закругленного дна. И, скорее всего, можем ожидать откат от него. Это будет хорошей точкой для входа. После этого мы увидим пробитие этого сопротивления. Ретест на предмет поддержки. Это будет еще одна точка входа. После чего мы полетим тестировать предыдущие хаи, от которых, скорее всего, увидим откат. Это будет еще одна точка входа. После этого полетим на уровень 1.618 по Fibonacci. Таким образом, эта монета готова дать от 107% до 187% роста в ближайшие недели. С целями около 0,045$ и 0,066$. Как бонус я бы обратил свое внимание на такие монеты, как Тао. За ней точно нужно следить. Я бы хотел увидеть вот такой откат. Он станет хорошей точкой для входа. И еще одна монета Near. Она значительно отстает от остальных. За ней тоже нужно следить, так как здесь формируется абсолютно похожая картина. Нужно ждать подтвержденных точек входа. И ты уже знаешь, как они выглядят, если досмотрел это видео до конца. Напиши в комментариях, какие монеты ты покупаешь прямо сейчас. Очень интересно будет почитать. На этом все. Надеюсь, ты узнал что-то новое и полезное для себя. Если это так, подписывайся на канал, ставь лайк. И увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...